Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня, прежде чем я начну делать расклад, я хочу сделать два таких небольших анонса. Первый анонс будет касаться акции, которую я хочу провести. Акция будет длиться, начиная со среды, когда вы смотрите этот расклад, и до конца четверга, то есть до вечера, до 12 часов по Москве. У нас получается почти два дня. Что это за акция? Вы видели тему расклада, как пережить тяжелые времена. И мне захотелось сделать для вас, у кого будет такой запрос, и нужна будет какая-то помощь, ответ на один какой-то конкретный вопрос, можете обратиться. Акция будет, скорее всего, расклад, который я буду делать для вас, он будет в аудио формате, примерно около полчаса-тридцать минут. Я очень подробно буду разбирать ваш вопрос. Это не как обычная консультация, да, это, скорее всего, подробный ответ на ваш вопрос в течение получаса в аудио формате. Ну, и кому нужно будет, если вы захотите, я смогу прислать мне скриншот расклада. Что-то я еще хотела сказать, на этот счет и забыла. А, стоимость. Стоимость 3000. 3000 рублей. Кто у меня был давно до консультации, знает, что столько стоило примерно консультации, на всего того, что рубль упал, поэтому, ну, почти в два раза. Поэтому 3000 это уже считается как акция. Вот. Если вам интересно, и вы хотели бы получить ответ на свой вопрос, очень актуальный для вас на данный момент, в аудио формате, еще раз скажу, можете писать мне заявку на почту. И мы плавно переходим ко второму анонсу. Я закрыла свой Инстаграм. И теперь все, кто со мной общался через Инстаграм, попросили меня сделать Телеграм. Телеграм я сделала. И вот второй анонс как раз таки о том, что вы можете теперь связываться со мной через Телеграм. Я его оставила тоже в описании к любому моему ролику. Плюс ко всему те изменения, которые произошли сейчас. Я так это, знаете, я как обезьянка. Не знаю, кому мне идти, красиво, в любую комнату, да. Что я как-то застряла между двух огней. И как-то достаточно позитивно я ко всему отношусь, поэтому и улыбаюсь. Ни в коем случае не высмею ситуацию. А просто я в таком, знаете, недоумении, я не знаю, как оформить для тех, допустим, кого они не заблокировали. И для тех, кто в блоге. Поэтому в любом случае смотрите в описании к моему ролику. Я сделала ссылку на описание моих услуг. Туда, куда вы хотите, например, либо прийти ко мне, либо что-то приобрести. Для тех, кто живет в России, для них одна ссылка, короткая. Для всего остального мира, для них большая ссылка, длинная. В общем, надеюсь, вы ее сберете. Единственное, что хотела сказать, это вот про акцию и про телеграм, что теперь у меня есть и телеграм. Можете писать. Звонить вы туда не сможете. Почему? Потому что я установила на своем рабочем столе на компьютере телеграм, не в телефон. Потому что для меня это вообще непрактично, неудобно. Поэтому позвонить не можете, но написать сможете. Так, это вот все, что я хотела сказать. Пока я вытаскиваю колоды, я знаю, как-то, может быть, задержка немножко раздражает. Я на самом деле вам очень благодарна, что вы остаетесь со мной. Так удивительно стала видеть новые абсолютно имена в комментариях, книги, людей, которые раньше не писали. Это тоже очень приятно. Я вам за это благодарна. Вот. Так, я вытащила три колоды. Интересно, не знаю. Просто так подготавливаю. Может быть, потянет. Вообще, по идее, меня попросили сегодня сделать другой расклад на весеннее равноденствие. Я пообещала, но, к сожалению, сделать не смогу. Почему? Потому что у меня такого, знаете, настроя. А я как-то читаю в состоянии. И расклады, тему раскладов подбираю под свое настроение. Не я подстраиваюсь под тему расклада, а расклады подстраиваю под свое настроение. Так, ладно. Позиции вы видите. Если вдруг какая-то ссылка, что не будет работать, что-то будет непонятно, пишите мне на почту. Я уже сказала, почта есть либо в описании, либо знаете еще где есть почта? Если вы перейдете на главную страницу моего канала, в разделе «О канале», если вы туда нажмете, в самом низу тоже есть моя почта, чтобы написать. Либо, если в шапке на главной странице канала, с правой стороны, есть два значка, две кнопочки. Одна это Яндекс.Дзен, а вторая – Телеграм. Можете нажать, вас сразу непосредственно перебросит туда, куда надо. А мы с вами приступаем. Позиция номер один – голубенький камешек. Итак, давайте посмотрим, как вам пережить тяжелые времена. Сначала посмотрим, что сейчас, какая ситуация, с чем, о чем она будет. А потом непосредственно ответ на вопрос. Значит, с чем связана ваша ситуация? С внутренней борьбой, с какими-то, знаете, какие-то вот внутренние, я бы сказала, такое неудовлетворение, да. Расстройство, как я люблю говорить, самопичевание, да, переживание, волнение, но они очень болезненные. То есть, если это ваше внутреннее состояние, да, то оно очень болезненное, когда вы занимаетесь самокритикой, недовлетворенность какой-то ситуации, которая окружает вас, да, я не имею в виду масштабно, мы сейчас вот лично для вас. Либо это вот какая-то внутренняя критика по отношению к себе. Если не говорить о внутреннем состоянии, то здесь внешнее состояние, оно тоже описывает как раз-таки какие-то конфликтные, знаете, вот в атмосфере веет какой-то агрессии, да, агрессии, ссоры. Если раньше могли себя как-то сдерживать, как-то контролировать, сейчас это уже не совсем получается, уже нету какого-то желания. Но эти как-то на пределе все взвинченные, это может быть и ваше состояние, это может быть и по отношению к вам. Я бы сказала, здесь больше психологическое, потому что вечи, они всегда говорят о умыслительном процессе, да. Вот, а поскольку единицы у меня такие достаточно зрелые личности, здесь, скорее всего, ваше удовлетворение по отношению к самому себе. Да, и аркан силы. Чувствуете себя как-то, почему-то слово пришло такое, знаете, обездоленное. Здесь чувствуете себя в некой степени, а вот как будто, вы знаете, обессиленные. И хоть нету здесь восьмерки мечей, которые говорили о том, что скованные обстоятельства, вот у меня энергия такая, знаете, льва, которого посадили в маленький вольер. Ему бы на свободе, да, быть и силу свою показывать, а он вот находится в каких-то ограничениях. Вот здесь вот это вот ощущение того, что некой такой подавленности, да, что нету возможности выразить всю свою силу, выразить всю свою мощь. Здесь из-за того, что не получается с любовью укротить вашу силу, эта сила как будто бы сейчас разрушает вас, она направлена против вас. И вот как действительно агрессивного льва нужно будет украшать не насильно, да, а именно как котенка поглаживая с любовью, с пониманием. Находить подход, где-то гибкость, где-то умиротворение, спокойствие, может быть где-то безразличие. Вот точно так же здесь ощущение того, что ваша ситуация, либо ваше настроение, а я буду говорить здесь больше про ваше настроение. Почему? Потому что оно намного сильнее влияет на, нежели какая-то внешняя ситуация. Почему? Потому что во мне может быть все тихо и спокойно, но внутри, когда вам в душе неспокойно, то ваше отношение к жизни, оно меняется. Вы его будете видеть все равно через призму негатива. Поэтому здесь вот ваше настроение такое, ссоры, где-то обиды, где-то чрезмерная чувствительность, я бы сказала, ранимость, может быть где-то мнительность. Но ощущение того, что вы как будто бы сами не свои. Здесь как будто бы идет утрата вашей силы. Такая ситуация. Хорошо. Как вы обычно проживаете тяжелые времена? Обычно по справедливости балансе ищите какие-то, знаете, верные, правильные решения, уравновешенные. Все взвешиваете, рассматриваете всесторонне, прежде чем принять какое-то решение. То есть вы не идете на плоду своих эмоций. А я бы сказала, вот второй великий аркан тоже выпадает, аркан влюбленный, да. То есть вы делаете анализ ситуации. Здесь я говорю, вы люди такие достаточно логичные. Здесь для вас анализ, он очень важен. Поэтому обычно вы всю ситуацию проанализируете, прежде чем будете действовать. То есть то, что мы говорим, да, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Но вы будете долго, знаете, как-то принимать решение. Потому что не хотите ошибиться. Хотите смотреть на ситуацию всесторонне, прежде чем принять какое-то решение. Причина заключается в том, что если вы принимаете решение, вы уже не делаете шаг назад. Поэтому для вас уже важно, да, чтобы не ошибиться. То есть вы не тот человек, который принял решение, а потом изменил его. Нет. Поэтому вы хотите достаточно серьезно подойти. Знаете, вот ваш анализ всегда в ситуации, он идет с точки зрения именно развития вашей души. То есть это не пустые слова для вас. Вы рассматриваете и анализируете ситуацию с точки зрения уроков. Какие уроки, я сейчас прохожу. То есть если простой человек обычно хочет решить задачу, то вы как-то достаточно философски к ней подходите. Помимо того, что, знаете, как будто бы на всех уровнях. И на физическом, и на энергетическом, и на ментальном. То есть все должно быть проверено. Здесь оценка ситуации и анализ проходит прямо до конца. Вы знаете, как это через сито. Все-все пропускаете. И вот когда на душе, знаете, приходит успокоение, да, что все, я готов принять решение. Вот тогда вы его принимаете. Так обычно вы решаете какие-то свои задачи. Проживаете такие тяжелые времена. Как сейчас, да? Как сейчас вы проживаете эту ситуацию? Решаете, скорее всего. Да, также вопрос, да? Сейчас, да, сейчас тоже выпадает один великий аркан из двух, да, но аркан мира. Но здесь выпадает еще и королева кубков. Я могу сказать, что сейчас, да, ситуация, она вроде бы для вас важна. Но не с точки зрения сложности, а скорее всего с точки зрения завершения. Завершение каких-то этапов. Это, знаете, когда перед тем, как уйти в отпуск, да, люди обычно на наемной работе как-то вот все приводят в порядок, да, документацию, чтобы все передать, чтобы все дела закончить, завершить все, что необходимо, подкупить, подкупить и вот уже спокойно в душе потом поехать отдыхать. Вот здесь вот что-то такое у вас сейчас происходит. И поэтому вы на данный момент, как вы проживаете, вот вы проживаете эмоционально, что, в принципе, вам как-то, знаете, не очень-то и соответствует это состояние. Почему? Потому что обычно вы достаточно логично, да, все просчитаете, проанализируете, он спокойно, да, с холодным сердцем, холодным разумом. А сейчас вы почему-то стали как-то эмоционировать, знаете, как будто бы либо прощаетесь с прошлым, либо здесь ощущение того, что что-то завершается. Как-то, знаете, разрешаете себе больше сентиментальности, вот так я скажу. Потому что действительно непростой этап для вас, но не с точки зрения тяжести, да, и сложности решения, сколько с некой такой ответственностью, потому что проходит как будто бы вот момент взросления, да. Аркан мира – это последний аркан в колоде Тарус среди великих арканов. Он говорит о завершающем этапе, о единении всего со всеми, да. О том, когда, в принципе, с точки зрения духовности, открывается третий глаз, и человек уже начинает видеть реальность такой, какая она есть, четко осознавая, в чем иллюзорность материального мира. То есть здесь высокий уровень такой духовности. Но если все-таки спуститься на землю, с небес на землю, и сказать, как вы сейчас решаете эту ситуацию, я бы сказала, достаточно зрело с одной стороны, но слишком сентиментально с другой стороны. Больше как-то, вы знаете, акцент делаете на свою интуицию, больше на доверие Вселенной. Как-то, знаете, полагаете, здесь не про фатальность, а здесь вот именно про полное взаимодействие, про осознанность, полное взаимодействие со Вселенной, понимание того, что вот как будто бы вы считываете знаки, да. То есть здесь вообще иной путь. То есть если раньше вы опирались на аналитику, может быть, в детстве где-то на какие-то эмоции, то я не могу сказать, что вы здесь сейчас опираетесь на эмоции, хоть присутствует сентиментальность, а скорее всего здесь больше стала развита эмпатия, больше стала развита вот эта вот чувствительность, становитесь более мягкими, более гибкими где-то, да, идете на уступки. У вас сейчас абсолютно другой подход стал, да, вот если говорить, например, о женских энергиях, то здесь более женственная энергия, я бы сказала так. Но вы уже где-то не сопротивляетесь, где-то можете уступить, но уступить не в плане, там, знаете, проиграть, вы не соревноваетесь ни с кем, а в плане того, что мудрость приходит. Приходит мудрость, и ты уже понимаешь, что ну зачем мне это надо, да, зачем лишние там скандалы, либо какие-то думают, где-то промолчу, где-то на что-то закрою глаза. Ну вот это как раз не показатель мудрости, нежели беспомощности, да, потому что иногда такое тоже так могут вас воспринимать. Поэтому на данный момент у вас закрываются какие-то циклы вашей жизни, да, идет завершение, и одновременно новые возможности. Вот это вот то, на что вы обращаете внимание, это когда мы говорим, что любой кризис, это вот для вас, с точки зрения позитива, это возможности, это новые шансы. И как бы не было приятно и хорошо, комфортно с тем, что вы уже знаете, ощущение того, что сейчас я иду во что-то новое, я готова, я готова, либо я готов пойти во что-то новое. Что вам поможет в этот раз, вот именно с этой позиции, как я описала, пройти эти тяжелые времена, что поможет? Великий аркан у вас выпадает, ха-ха, причем непростые арканы, колесницы и высший суд. Ситуация такая, знаете, хочется сказать, не случайная. Не случайная в плане, как обычно мы любим говорить, кармическая, то есть предопределенная, давайте я так скажу, предопределенная, что вам может? Поможет вам просто двигаться дальше, закрывать на своем, здесь, понимаете, здесь вам даже не надо анализировать, делать какие-то выводы, исходя из определенных уроков, а вам просто, знаете, опять-таки, пример с отпуском, чтобы понятно было, когда вы уезжаете в отпуск, да, то чисто логически, я не знаю, кто как, но мне кажется, что достаточно логически отключаете просто свет, чтобы там газ закрываете, да, отключаете, не выключаете, именно отключаете, ну, крайне, я у нас здесь так, не знаю, как Россия, чтобы зря не горел какой-то щечек, да, вот, совершаете какие-то действия, холодильник опустошаете, чтобы продукты за время вашего отсутствия не испортились и не начало пахнуть холодильник. Здесь вот такое, знаете, вот ощущение того, что я иду и на пути начинаю закрывать двери, да, то есть в одну комнату закрыл, в другую все проверил, все, как говорится, в порядке, все в безопасности, теперь я могу идти. Здесь вот дальнейшее движение, поставить себе цель, да, что вам поможет, поставить цель, четко понять, к чему я иду, что я хочу получить, это важно, потому что колесничий, это очень мощная энергия, очень сильная, но она прикладывается, как раз-таки, к чему-либо, да, то есть только вот в том случае она начинает работать, колесничий, он не будет распыляться, да, аркан колесницы, он не будет распыляться, то есть здесь вот прям сфокусированная, сконцентрированная энергия на чем-либо, в данном случае, вот аркан, вышел в статусе, говорит, что вам нужно сконцентрироваться на завершении каких-то дел, то есть вот не случайно, то что вы сейчас проживаете, видите новые возможности в кризисе, да, здесь вот одновременно вам нужно нацелиться, не просто идти в новое, да, и оставлять позади открытые двери, а наоборот закрывать двери за собой, завершая все, что можно завершить и двигаться дальше, здесь идет полное перерождение, здесь вам дается возможность, здесь не про уровень, а как будто бы, знаете, вот перерождение с чистого листа, да, оно уже как-то вот, хочется сказать, на какой-то новой площадке, более масштабной, более глобальной, здесь всегда речь идет о глобальности, здесь не идет речь, знаете, перейти, например, с одной должности на другую, нет, а здесь вот, например, я ухожу из маленькой компании, где там было там 10 сотрудников, и иду в какую-то большую компанию, где там 100-200 сотрудников, да, то есть масштабы намного, намного больше, то есть если я предполагаю, что я поеду куда-то, это не будет вот поездка, например, там в соседний район, либо в соседний город, а уже где-то, возможно, в какую-то другую страну, то есть понимаете, здесь о каких объемах идет речь, аркадушево суда всегда говорит о понимании, о завершении, причем интересный момент, что 20-й, он предшествует 21-м, да, то есть в 20-м мы осознаем, что огромный этап нашей жизни завершился, это не год завершился, это какой-то цикл огромный, большой, да, и в 21-м аркаде мы понимаем, что я уже этот опыт получила, то есть и я его приняла, то есть осознание того, что опыт пройден, это 20-й аркад, а 21-й говорит о том, что я уже это принимаю и иду дальше, потому что в 20-м еще принятия нет, это очень глубокая трансформация, переоценка ценностей, абсолютно новые взгляды, изменения какого-то своего, может быть, мировоззрения, изменения, знаете, тех взглядов, которые вы получали в своей семье, да, может быть, сейчас у вас появится какое-то иное видение, вы будете поступать не так, как поступали в вашей семье, не так, как поступали ваши родители, либо, например, как ваши родственники, по ощущению, что вы выходите абсолютно на свой какой-то, на свой какой-то путь, поэтому что вам поможет сконцентрироваться на том, что вы хотите получить, потому что сейчас вы как будто бы открываете новый цикл, достаточно большой, это может быть, там, пять лет, десять, двадцать, да, то есть, достаточно большие, это на линии времени мы ставим конечную точку, куда мы хотим прийти, там, через пять, через десять, через двадцать, через двадцать лет, не знаю, кто сколько ставит, чем дальше, тем лучше, масштабнее, и начинаем двигаться. Цельполагание, конкретное цельполагание вам поможет, независимо от того, какой сферы у вас это касается. Вот такая у меня была первая позиция. Голубенький камешек, мы с вами переходим к позиции номер два, красненькому камешку, что возьму, давайте возьму театр угол. Так, как вы переживаете тяжелые времена, что сейчас, с чем у вас связаны ваши тяжелые времена? Отсутствие полной эмоциональности, то есть, такая, знаете, обыденность, серость, и сразу пробуждение. Сейчас, секунду. Здесь также, знаете, ваши тяжелые времена сейчас, они как-то связаны с вашим личным ростом, здесь, здесь как будто бы не показывает, в какой сфере это касается. Я не думаю, что это как-то касается материально, здесь вот именно в понимании себя, да, желание пробудиться, потому что такое ощущение, что вот долгое время были в каком-то безэмоциональном состоянии, двоечкам свойственное эмоциональности, вам свойственное проживание мира через ощущения, через прикосновения, да, возможно, то есть, ваше эмпатическое восприятие мира очень развито здесь у двоек, а здесь такое ощущение, что долгое время как будто бы люди смирились с тем, что в жизни, как будто, вы знаете, жизнь протекает мимо вас. И сейчас ощущение того, что сложные времена дают вам как возможность, да, именно пробудиться. Зажечься снова, знаете, вы как будто бы были на каком-то энергосберегательном режиме, для себя ни во что не вкладывались, то ли не понимали, во что вложиться, то ли не знали, то ли не было желания, не было силы, вот как-то, знаете, вот этот вот маленький огонек внутри вас ощущение того, что он просто догорал, да, то есть вас хватало на, так сказать, на прожиточный минимум, на самый минимум и самый необходимых дел в течение дня, то есть не было вот этого запала энергии на то, чтобы направить на достижение чего-либо, до получения чего-либо. А сейчас как будто бы время наступило для пробуждения, вот у меня такое чувство, что ваши руки, они как будто бы еще связаны, то есть внутри есть уже эти идеи, есть уже мысли какие-то, куда я пойду, что я хочу сделать, но у меня как будто бы еще чувство, что вы не зажгли эту свечу внутри себя, вы как будто бы тянетесь, но есть что-то, что еще сдерживает, да, ваши руки связывает, здесь восстановление идет, да, а восстановление после чего, то есть сейчас такой период, да, восстановления, ну, нам не говорят, не говорят, потому что это каким-то образом связано с вашим будущим, то есть вы восстанавливаетесь для чего-то будущего, а для чего конкретно нам здесь не показывают, карта скрыта, но вы как будто бы находитесь, знаете, это когда ставишь воду, нога, чтобы она закипела, да, ты знаешь, что когда она будет горячей, закипит, я смогу завалить себе там чай, кофе, не знаю, то, что делает горячий какой-нибудь напиток, вот, но пока идет вот этот вот момент соберывания воды, вот вы находитесь как раз-таки сейчас в этом процессе согревания воды, когда она постепенно, постепенно дойдет до кипения, вот когда дойдет, тогда вы начнете действовать, а пока вы находитесь в неком таком медитативном состоянии, полное желание, знаете, как-то вот обмулиться, пойти в новую, есть готовность, но еще нету, еще не время, да, здесь как будто бы надо что-то доделать еще, и в данном случае это не какие-то дела в физическом плане, а здесь вы должны как-то вот восстановиться, собраться силами, вам нужно здесь собраться силами, потому что очень много сил ранее тратили на получение прям того, что вы хотели, упирались где-то, здесь просто аркан одержимости, изображен баран, который в дверь ломится, рогами, да, поэтому и выражение такое, что рогами ломлюсь в дверь, понимая, что возможно это не моя, но я хочу, я хочу получить то, что находится за этой дверью, это было ваше, ну раньше какое-то такое желание, да, вы были одержимы каким-то желанием, ну иногда у вас возможно модель была такая, ваше поведение, что вот загорелся, я хочу, все, я это получу просто потому, что я загорелся, надо мне это, не надо, это уже для меня не важно было, вот я загорелся, знаете, перед быком, красной тряпкой, потрясли, все, она побежала, куда побежала, зачем, не знаю, а сейчас очень много энергии на это тратили, а сейчас как будто бы остановились, вот, собираете, собираете, себя, собираете по частям, по кусочкам, для того, чтобы, уже знаете, так красиво, изящно, как тонкий-тонкий такой аромат, да, то есть не запах какого-то там одеколона или дуков очень сильных, а такой легкий-легкий аромат, да, чтобы вы оставляли за собой вот этот вот след легкого аромата, а раньше, возможно, вы даже и пользовались достаточно тяжелыми такими дуковами, запах был очень такой резкий, больше к мужскому идиот, а сейчас вот как будто, вы знаете, собрали себя и хотите вот аккуратно-аккуратно ступать, да, не идти, а именно ступать, с легкостью прикасаясь к земле, как будто, вы знаете, вот такое вот парение, вот, но только после того, как вы себя соберете, вот такая вот ваша ситуация здесь направлена как раз на самопознание, да, давайте так скажем. Хорошо, как обычно вы переживали трудные времена, кризисные времена в своей жизни? Знаете, путем анализа, путем собирания и пробования каких-то идей, но такое ощущение, что как-то больше до каких-то конкретных дел это не доходило. То есть, были какие-то идеи, были какие-то задумки, да, очень много планов, но вот чтобы сделать что-то во внешний мир, нет. Достаточно спокойно, достаточно спокойно, еще как. Ну, было интересно с интересом, но и со спокойствием, да, и вот для меня это на самом деле удивительно, зная вас, насколько двойки у меня достаточные эмоциональные люди, то есть, находиться в состоянии спокойствия, такой, знаете, любознательности, а как это будет, что будет, вот как-то так тяжело во времена, то есть, без паники, я не вижу, где-то какая-то паника, я ожидала, что будет что-то такое, но здесь нет. Как еще вы решали? Через осознание, ну, прекрасно, супер, то есть, вы не тот человек, да, когда приездный момент, когда что-то там бежите, торопитесь делать, нет, садитесь, расслабляйте, кто-то может медитирует, находит связь со своим каналом через осознание, что-то осознаете, понимаете, и только после этого, опять-таки, я не могу сказать, что вы действуете, но больше вот все-таки на ментальном уровне здесь находится. Где-то, может быть, что-то записываете, где-то ведете дневники, где-то, может быть, сами с собой разговариваете, но здесь вот вы используете руку, там, пишете, может быть, как решение, там, карта желаний, да, каким-то таким образом, может быть, через воображение, там, через нейрографику, ну, какими-то способами, то есть, здесь не то, что я пошел в мир, да, добывать слона, у меня здесь нету действий физически, здесь какие-то более такие вот легкие, более, знаете, как-то, вот мне хочется сказать, какие-то вот детские грибы, то есть, ваш подход, он какой-то неординарный, да, как-то вот, можно сказать, что вот, как симарон, да, вот, не знаю, решаю задачи какими-то такими необычными способами, где-то что-то прошепчу, там, где-то что-то на шаманию, где-то что-то притяну, вот, какими-то такими способами, обычно вы решали, как в этот раз вы решаете свои задачи в сложные эти времена, да, вот как-то через мягкость, все равно по-женски, все равно по-женски, видите, где-то красоту, где-то красоту, разрушения, нет, нет, потому что выпадает не совсем через мягкость, наоборот, я бы сказала, потому что выпадает башня, разрушение, и начинается активность, то есть здесь вы наоборот начинаете как-то больше активничать, уже не находитесь в позиции пассивности и причитание на жизнь, на шитьбу, все такое, а вот здесь вы уже стали более активными, если раньше вы были такими вот именно мягкими, да, и то, что я говорила, способы, какие у вас были, то сейчас нет, сейчас вы уже эту мягкость, эту гибкость разрушается, то есть вы уже не эмоционируете, а реально начинаете решать задачу, да, то есть, но при этом все равно включая осознанность и понимая, что что вы посели, то вы пожинаете, то есть у вас нету претензий к тому, что я хочу получить что-то большее, нет, но на этом пути как-то вот в момент решения вы как будто бы еще пока не знаете, как, готовность есть, что-то пробуете делать, как-то решать через действие, но пока нету понимания, нету понимания того, как все-таки решить, да, и где-то застопорились, то есть с одной стороны было желание, да, начать как-то действовать, но видимо в процессе ситуация остановилась, да, что-то вы как-то не видите того результата, который себе как-то запланировали, вроде бы запал появился, но в процессе что-то вас остановило, что вас остановило, почему вы зависли, эмоции, то есть вы поняли, что на эмоциях нельзя решать, надо принять решение немножко иначе, не на эмоциях, не так, как раньше, надо, нужна какая-то стабильность, да, нужна как будто бы почва под ногами, возможно для кого-то в реальном, в прямом смысле нужны деньги, то есть надо, как будто вы поняли, что не нужно куда-то бежать, да, вот именно торопиться, спешка не нужна, и вот эта вот надежда на позитив, вот это не нужно, а нужны какие-то реальные действия, нужно вкладываться, но при этом эти вкладывания, они должны быть стабильные, постоянные, как-то вот долгосрочные, да, нужно прикладывать усилия, то есть вы поняли, что бежать это тоже не выход, и вот сейчас остановились. Хорошо, что вам поможет, давайте посмотрим, что вам поможет сейчас решить ситуацию, ну, первично через себя, через понимание того, что мир изобилен, да, то есть понимание того, что я хочу, что я хочу и для чего мне это надо, и только после этого четко как-то поделиться со своим путем, потому что здесь видимо состояние такое, что увидели возможности, да, дороги как будто бы открылись, но я определиться не могу, и вот вам поможет в вашем определении как раз таки ваше внутреннее состояние некой такой изобильности. Какую дорогу выберете, здесь скорее всего вы не привыкли выбирать, либо не умеете выбирать, либо не знаете, как и что выбрать, и вот это вот вас остановило, то есть вы как будто бы готовы прикладывать усилия к чему-либо, появилось вот этого желания действовать, но четко не знаете, не знаете к чему, да, не умеете жонглировать, здесь у вас такое ощущение, что вы должны понять, это ваше восприятие, да, к чему-то одному, что-то одно я должна выбрать и в соответствии с этим действовать, а здесь вам говорят, что возможно у вас такого опыта еще не было, впервые, да, вот именно чисто по-женски, когда есть много разных возможностей, вам говорят, что вы можете жонглировать эти возможности, то есть вам не нужно выбирать, а вы можете управлять, там, я не знаю, тремя, четырьмя вашими идеями, то есть вы можете развиваться в разных направлениях, идти одновременно в разных путях, достаточно только вот определиться, какой путь, даже если это не один путь, ну вот понять четко, что я хочу, вот в этой сфере, вот это, в этой сфере, вот это, и вы как будто вы можете, ну, это вот как истинная женщина, которая одновременно, да, готовит, и во время готовки тут она и одно нарезает, и другое, тут уже и поджарку надо сделать, еще что-то, ну, то есть много разных дел одновременно, и заодно там посуду сразу моет, то есть у нее все ладится, да, то есть разные, многозадачность такая присутствует, вот, то есть сейчас как будто бы у вас есть такая возможность, да, не в чем-то одном реализовываться, а в разных абсолютно направлениях, достаточно только, чтобы вам хваталось сил, а для этого вот вам нужна ваша наполненность, то есть, чтобы вы генерировали внутри себя, чтобы не просто, знаете, вот, как потвердость, да, принца материи, когда вот вы прям работаете, трудобольки, такие серьезные, нет, а чтобы вот все, все ладилось, чтобы все было хорошо в настроении, да, с настроением, чтобы тут посуда она помыла, и она песни поет, и где-то там зеркало смотрится, может покраситься, как женщина на дорогах, да, остановился на фонаре, тут она, значит, никак нанесла, и губы покрасила, и за фонарем успевает, все успевает делать, вот это вот вам должно нравиться, если вам будет нравиться, тогда у вас это все будет получаться, игривости, вот вам не хватает просто игривости, потому что видите, в начале у нас как выпадало, что-то вот это вот скупо-серо, серость, обыденность, отсутствие красок, вот вам сейчас вот этой вот игривости, легкости не хватает, если это у вас будет как состояние, тогда у вас все получится, поэтому наверняка вам нужно вспомнить то, как у вас раньше все это было легко, все спорилось, все ладилось, и все было хорошо, Так, это была вторая позиция. Соберем карты. И мы с вами перейдем к позиции номер 3. Зелененькую камешку. Троечки. Ваши тяжелые времена сейчас, чем они связаны? Обнуление, да? Все обнулилось, все шумит, все грохочет вокруг. И я как будто бы, это знаете, как на празднике бывают салюты. Вот все шумит, и вроде бы все радостные, много людей на улице, где-нибудь на какой-нибудь площади, как на Новый год. И вот ты проходишь, между этих людей везде шум, везде радость, где-то музыка. Эти яркие цвета, и вот вы куда-то идете. Вот здесь ваше состояние сейчас каких-то фейерверков вокруг вас, может быть, реально, да, как-то. Не знаю, может, связано как-то с войной. Но будем надеяться, что вот просто вот это вот состояние, ощущение каких-то внешних шумов. И здесь такое чувство, что вот вы как будто бы оглохли. Вы не слышите ни людей, ни... Вот вроде бы шумно вы это понимаете, но вы это как-то внутри себя понимаете. Но вы как будто бы не слышите внешний мир, вообще никак, никаким образом. У вас есть только одно, это то, на чем сфокусирование, это в ваших глазах. Это то, что вы видите. Вот вы сейчас продвигаетесь. Полное онуление, знаете, вот у меня такое чувство, как контузия. Как в фильмах показывали про войну. Да, знаете, вот контузии, человек ничего не слышит, он просто смотрит, да, вроде бы он понимает, что где-то что-то шумит, но он не слышит. Вот здесь какое-то полное онуление у вас произошло, и это связано, знаете, вот как будто в вашем случае реально мир рухнул. Ваш мир полностью рухнул. Рухнули, может быть, какие-то иллюзии, да, к маске у людей спали, и вы увидели людей такими, какими они есть. Тех, кого вы уважали, осознали, что, блин, это им не стоило даже... ...в делам яйца, да. То есть здесь такое ощущение, что действительно произошло какое-то полное разрушение. Поэтому я и говорю, что вы ничего не слышите, а просто смотрите, здесь такое ощущение человека, который открывает рот и глазами хлопает, и он не понимает, что вообще происходит. Потому что все реально, ну вот, это как театр, когда спектакль заканчивается, аплодисменты, все кричат там на бис, цветы дали. Он так все расстоит на сцене, и он не понимает, что происходит, да, то есть у него нету осознания, то есть это хорошо, либо это плохо. Но занавес опускается, и что теперь, да, вот здесь вот такое ощущение. Здесь как будто бы вы утратили связь с внешним миром, вы как будто бы утратили, вы не понимаете. Может быть, кто-то в прямом смысле, да, как-то ограничен, а кто-то и в переносном. То есть вы не понимаете, знаете, есть понимание и понимание. Есть понимание, вот я читаю книгу, я ничего не понимаю. А есть такая, знаете, ситуация, вот у меня ощущение того, что это у вас какой-то защитный механизм срабатывать, самосохранение. Когда все настолько страшно, что вы не ощущаете, здесь нету чувства страха. Здесь потерянность, недоумение, вот такие какие-то состояния. Как человек, который потерялся на вокзале в чужом городе, не зная языка. И вот он стоит, и прохожие все проходят, поезда, и он не может понять, куда ему идти, спросить не может, не знает ни одного языка. Его никто не поймет. И связаться надо с кем-то, и как это вообще делается, и у меня нет телефона. Здесь вот какое-то такое состояние у вас сейчас происходит. Я не могу сказать, что это связано с какой-то конкретной сферой. Это связано с вами. Это связано с вами. Это связано с тем, что вы утратили какую-то стабильность. Здесь утратили, это может касаться всего, чего угодно. Здесь ушла земля из-под ног. Вот я говорю, да, пообразами, а у меня такое ощущение, что я как будто бы вам говорю в прямом смысле все, что я озвучиваю. То есть это не просто выражение слов, а именно в прямом смысле, как будто бы все эти описания. Такая ситуация. Хорошо, как вы обычно переживаете тяжелые времена, кризисные времена? Ну, голова идет кругом, непонимание, потерянность. Вот она здесь так и есть. Вы обычно так и проживаете. Поэтому сейчас и вышло такое, знаете, страхи. Не знаешь, откуда тебе прилетит. То есть всегда ожидаешь что-то плохое. На, здесь почему-то вы ожидаете что-то плохое. Хорошего я не чувствую, что здесь какое-то вот ожидание. Как будто бы, знаете, вы хотите забыться. Вот ваше обычное состояние – это страх, который выражается в замирании. Вот оно, правильное слово. Вы как будто бы замерли. Мир, время остановилось. И я замер. Вот здесь вот замирание. Либо такой, знаете, здесь защитный механизм. Это дикий такой, это не просто испуг. А это страх, переходящий вот как в панических каких-то атаках. Вот здесь, может быть, у вас такое и происходит. Ощущение того, что это не со мной. Такое не может быть. Обычно вы как-то отказываетесь от того, чтобы увидеть реальность. Здесь вот конкретная модель поведения. Поэтому, если я вам что-то говорю, вам не отвлекается. Просто не смотрите. Потому что это вот здесь вот конкретная модель у людей. Я в шоке. Я не понимаю. Голова коет кругом. Я не знаю, за что схватиться. Здесь реально какие-то вот панические атаки. Вот так вы реагируете обычно на тяжелые времена. Нет, это не со мной. Хочу уснуть. Либо, наоборот, проснуться, что это был вот какой-то кошмар, страшный сон. Скорее бы, скорее бы уже это все закончилось. Быстрее, быстрее, чтобы уже расцвелить цветы. Но при этом закрытые глаза. Я не вижу. Я не вижу будущего. Я не вижу, куда мне дальше двигаться и что мне делать. Это ваш обычный модель. Сейчас. Сейчас в данной ситуации, как вы реагируете, сейчас уже знаете, сейчас тоже присутствуют страхи. Сейчас тоже присутствует холодное сердце, желание закрыться. Но, как будто бы, знаете, если раньше ваши избегания были как-то закрыться в себя, то сейчас вы как будто бы специально себя переключаете на то, чтобы взаимодействовать с людьми. Вот как-то просто поговорить и забыться. То есть, свою боль забыть через разговоры с другими людьми. Все то же самое присутствует, только что обычно в кризисных ситуациях. То есть, сейчас только сейчас намного уж угубилась ситуация. Почему? Потому что обычно выпадает умеренность, а здесь у вас выпала луна и верховная жрица. Здесь такое чувство, знаете, что, может быть, кто-то решает как-то магическим способом. Здесь вот какое-то, знаете, чувство какого-то морока, да. Вот навели морок, я ничего не понимаю. У меня пелена на глазах. И я не знаю, как мне делать. Мне легче как-то поговорить с кем-то другим, как-то в компании пообщаться, повеселиться. Чтобы забыться. Либо, наоборот, мысли о том, что вот где-то кому-то хорошо, а мне плохо. Здесь начинают выползать скелеты из шкафа. То есть, вот все, чем вы наполнены, да, какими страхами, да, что у вас какие-то сценарии деструктивные присутствуют. И сейчас они начинают у вас очень сильно активизироваться. Вообще нехорошее состояние здесь. Ну, оно вам дано для того, чтобы стали императрицей. Хотя здесь, знаете, такое ощущение, что как бы вы не рассматривали себя через луку в свое состояние. Здесь как будто бы вам дано это для каких-то уроков. Знаете, вот всплыли эти сценарии для чего? Для того, чтобы вы их проработали. Но это настолько вот вас охватывает, что вы как будто бы здесь окаменелы от страха. Настолько вас заморозил, что здесь уже не идет речь ни о каком развитии. В идеале было бы, конечно, что вот то, что с вами сейчас происходит, вас учат как раз-таки к уверенности, к самостоятельности, да, к какой-то независимости. Но у меня такое чувство, что вы не проходите этот луку. Потому что то, что вы скрывали внутри себя очень долго вот эти вот страхи, они как будто бы всплывают, и вы становитесь одержимыми. Ну, то есть ваши инстинкты начинают вами управлять. Я говорю, здесь как панические атаки. Хорошо, что вам поможет как-то, ну, вот иначе? Я сначала посмотрю, а как вам иначе надо реагировать, а потом, что вам в этом поможет? А вам не надо включать эмоции, а, скорее всего, логику. Больше переключаться на то, что вас как-то наполняет, получаете вы удовольствие. Окушить себя позитивными людьми, которые бы вас поддерживали, которые бы вас успокаивали. Здесь такое чувство, что вы должны стать как-то вот холоднокровным человеком, который игнорирует все. Здесь не то, что вы убегаете, а игнорируете, ограничиваете себя от негатива по мере возможности, да? То есть отключить все эти соцсети, отключить все то, что вас пугает, все то, что вам, вас нагнетает. Понять, что только вы ответственны за свою жизнь. Да, ситуация внешняя и обстановка, возможно, серьезная, но в любом кризисе кто-то падает на дно, а кто-то, наоборот, всплывает. Здесь вопрос в том, как человек относится к ситуации и как он поступает в самые трудные времена. То есть здесь показывает свое настоящее лицо. И вот вы показываете свое настоящее лицо через негатив, через страхи. Что вам поможет иначе, как-то более позитивно смотреть на ситуацию? Понимание того, что, знаете, как будто бы принять и поблагодарить те страхи, которые у вас сейчас всплывают. Потому что не будьте этой ситуации, вы бы их из шкафа никогда не вытащили, потому что они настолько глубоко погружены внутри вас, что сейчас вот уникальная такая возможность все, что всплывает, прорабатывать. Здесь вам нужно понимать, что это только ваша дать принимать. Здесь урок как раз на императрицу, он и направлен на то, чтобы вы научились принимать себя, принимать свои страхи и изменить всю эту ситуацию по колесу фортуны. Она как будто бы у вас кармическая. Вам нравится контроль? Так контролируйте себя, контролируйте свои мысли через осознание, понимание того, что... Здесь надо работать с мыслями, понимаете? Вот вы на свое состояние протягиваете не очень позитивные мысли. Вам не мысли гонять надо и останавливать внутренний диалог, а понять почему... Скорее всего, не почему, а мысли эти приходят на ваше состояние. Как вы можете изменить свое состояние? Как вы можете изменить свой расстрой? Здесь надо все разрушать, разрушать ваши убеждения, потому что что-то вы все вместе в кучу свалили. Разные сферы, разные мысли и желание убежать, желание скрыться. Здесь надо разрушить. Разрушить то, что не соответствует вам. Здесь вам надо как будто бы, знаете, увидеть себя, свою суть настоящую, истинную. Это как... Покупайте какую-нибудь одежду, она вам просто нравится. Но вы понимаете, что где-то есть лишние килограммы, если платье облегающее, все равно это будет выбирать. Как бы вы это ни прятали, это будет некрасиво. То есть нужно выбирать то, что вот под вашу фигуру, под... Не только то, что красиво, но это должно быть вам удобно, вам должно быть комфортно. Это должно хорошо сидеть на вас. Это должно подчеркивать какие-то ваши достоинства, а не искажать и обезображивать вас. Ощущение вам здесь... Нужно будет очень много работы. Здесь, я говорю, уникальная возможность для самопознания. Потому что здесь вы показываете ваш выбор, то, что вы выбирали, то, что вам не соответствует, то, что вам не подходит. И сейчас это возможность завершить, очиститься, избавиться. В данном случае и люди, которые вам не подходили. Потому что в вашем окружении есть люди, которые... С которыми уже все, уже все завершено, уже... Ну, как будто бы вы развязали узлы. Возможность двигаться дальше. Да. Возможно двигаться дальше. И пройти этот урок. Здесь как будто бы... Сейчас вы столкнулись именно с этим уроком. Знаете, когда... У кого есть животные... Сейчас период такой, по крайней мере, у нас. Когда собаки линяют. И как бы ты не чистил свою одежду, когда ты ее в стиральную машинку кладешь, а после того, как вытаскиваешь, в стиральной машинке всегда остаются волосы. Вот все это возможно почистить свою стиральную машинку от той грязи, которая вот прям собиралась долгое время. Для того, чтобы вам эта стиральная машинка потом служила еще много лет. Потому что она как будто бы на пределе, да? Вот замусорилась. Вот здесь вот нужно почистить. Может быть, кому-то реально, да? Обратите внимание на то, чтобы почистить от соли. Вот такая вот у меня была и третья позиция. Не очень приятная, но не всегда расклады приятные. Хотя все зависит от того, как каждый из нас смотрит на ситуацию. Я, например, это вижу как возможность. О, прекрасно, возможно, да, страшно, но возможность поработать с какими-то своими очень глубокими страхами. А почему бы и нет? Напоминаю, да, в завершении, кто дошел до конца, про акцию. Она будет действительно до четверга, до 24 по Москве. Пишите заявки либо на почту, либо в Телеграм. Стоимость 3000 рублей. Формат аудио. Ответ на один, на один, внимание, на один ваш вопрос в течение 30 минут. Ну, то есть 30 минут будет, примерно, на вас склад, не больше. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.